Здравствуйте, друзья! С вами снова Валерий. И сегодня короткое видео, но видео очень актуально для всех пользователей YouTube. И, собственно, для всех, кто в той или иной степени пользуется интернетом. Значит, в последнее время участились случаи взлома и кражи каналов YouTube у ютуберов. Собственно, в данный момент произошла кража канала у Семенченко Виктора. Его канал Витек-84. В данный момент Виктор не имеет никакого доступа к своему каналу. Канал за это время уже претерпел изменения. Все видео на этом канале удалены. В общем-то, судьба этого канала на данный момент непонятна, неизвестна. В данный момент Виктор делает всевозможные запросы на восстановление прав и возвращение канала. Но как разрешится на самом деле судьба этого канала, собственно, никто не может предвидеть. Поэтому в данный момент нужно время, нужно выждать. И однозначно продолжение этих всех событий нас еще ожидают. И, собственно, для тех, кто умеет учиться на чужих ошибках, вкратце, как происходит именно процесс кражи каналов. Ну, а происходит это, собственно, следующим образом. На вашу электронную почту, якобы от канала YouTube, приходит уведомление, что, типа, ваш канал засорен сильно спамом. И в случае, ежели вы не почистите этот спам, что канал в течение 24 часов будет удален. И предлагают перейти по следующей ссылке. Либо там еще какие-то варианты. Там вот вы нарушили какие-то авторские права. Снова же переход на какую-то ссылку. Ну и после перехода на эту ссылку появляется страница, ну, как бы дубликат страницы YouTube, где вам для авторизации предлагается ввести ваш логин и пароль. И после заполнения логина и пароля вы перестаете быть владельцем этого канала. Значит, от себя не пренебрегаем дополнительной защитой. На сегодня в Google есть несколько вариантов дополнительной защиты не только вашего канала, но и вашего интернета. Один из них и очень доступный. Это двухуровневый формат распознавания вашей личности. То есть переходим в угол, находим раздел безопасность и, следуя инструкциям, в общем, стараемся себя обезопасить. И возвращаясь к каналу Виктора, значит, первоначально до взлома канал Виктора выглядел вот так. На сегодня он выглядит очень мрачно. Все видео на нем удалены и изменена шапка самого канала. Что будет с этим каналом, собственно, неизвестно. Ну, на данный момент ждем расследования самого YouTube. А далее, то ли это будет новый канал у Виктора, то ли будет восстановлен утерянный. Я думаю, мы это узнаем. На этом все. Всем здоровья. Будьте бдительны. Берите свои каналы и нервы. До новых видео, друзья. Пока. Пока.